Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Star Stable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Данали, и сегодня у нас очередное видео по обновлениям Star Stable Online. Посмотрим, какое расширение появилось в заданиях у Леса Холлов, ну а также поговорим немножечко о том, что ждет нас на следующей неделе и в течение следующего месяца. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Хочу посоветовать вам одно сообщество Star Stable Online Entertainment Time. Ребята в своей группе собрали большущее количество отзывов по разным продавцам, в том числе покупка Star Rider, Life'а и донатной валюты Star Coins'ов. Так что перейдя к ним в группу, вы можете почитать отзывы и найти для себя своего идеального продавца, переходив в данную группу по ссылке в описании. После всех этих нововведений даже Марвары умудрились сломать. Да и кроме того, что когда я собиралась вам снимать на нем видео, я поняла, что на Марвары нельзя надеть вообще ничего нового. Ни новые уздечки соплю, ни новые вольтрапы, ни колокольчики и даже не выездковое седло. Разработчики, лучше бы вы этим занялись и расширили список пород, которые могут носить новую амуницию последнего поколения. Что добавили в лес, в холл? До этого мы не могли прокачиваться выше четвертого уровня. Я лично уже на той неделе, да и думаю, как и многие те, кто постоянно бегают, собирают светлячков, выполнили все первые три уровня, но не могли открыть четвертый. Хотя условие, откройте, 10 пунктов было выполнено, потому что его тогда еще не добавили. В новостях только об этом не написали нам. Можно было бы сделать текстовую информацию, что пока что доступны с первым по третий уровень вот этих вот навыков. И в сегодняшнем обновлении нам об этом сообщают так. На прошлой неделе друид Уин Самбин рассказал о тебе о пути фантазии и пути ронологии. За их исследования ты получишь награды, а на этой неделе ты можешь продолжить приключения в мире друидов и открыть новые задания и предметы. Почему нельзя было уточнить, что теперь ты можешь прокачивать выше третьего уровня? И я не знаю, вплоть до последнего или же нет, это вот я не понимаю. По-моему, кстати, говорят там цены в конце очень страшные. Ну да, вот тысяча, полторы тысячи. Ага. Они поменяли цены. Цены на первый, второй, третий уровни были понижены. Ну а все, что выше третьего и до самого конца, стоимость была повышена. Это очень странно. Видимо, разработчики это сделали для того, чтобы мы не так быстро открывали все эти навыки. Но это очень странно и, я бы сказала, даже неприятно. Мне, к примеру, теперь неприятно, потому что до этого это стоило, по-моему, 700. А теперь это стоит 800 или это 500 стоило. Или где-то понизили, где-то по... Нет, здесь точно стоило все по 300, а здесь, по-моему, стоило все по 500. Вот это повышение цен, это страшно. Жуть прям. Это сколько теперь надо бегать и все собирать, чтобы открыть эти навыки. Видимо, очень-очень много. Это все, что касается именно обновления лесохолов. Больше нам пока ничего здесь не добавили и не открыли. Но нам завезли новые цвета амуниции, а вернее вольтрапов. До этого были завезены точно такие же комплекты, только для конкура. А теперь завезли более выездковые. Но, к сожалению, не могу их посмотреть, так как Мармаре не может носить данную амуницию. Цвета красные, коричневые, желтый, зеленый и синий. Все они очень насыщенные. В одежду ничего не завезли, в зверушках тоже без изменений. Так что это все новости на сегодня по обновлению. Ну а теперь давайте поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе и в течение всего следующего месяца. В воздухе запахнет морозцем. А значит, на Юрвиквере возвращается шикарная, волшебная, но при этом холодная, знакомая магия зимы. И уже не терпится услышать, как звенят колокольчики на санях. И мы сможем отправиться вновь в зимнюю деревушку. Так что 6 декабря, как и в прошлом году, на Юрвике выпадет целая гора снега. И без метелей мы не обойдемся. Не забывайте, что прохождение заданий, связанных с метелями, будут давать вам некие комплекты амуниции и, насколько я помню, одежды. Также вернется зимняя деревушка, в которой тоже будет очень много изменений. 13 декабря, после возвращения волшебства, в зимнюю деревню потянутся новые друзья. Мы познакомимся с зимними лошадками и мы будем ожидать уже новых магиков. Это сладкого Лепкухена и Ветла из ледяной сказки. Одна лошадь у нас на модельке Лепицаана, а вторая на модельке Шайра. Два маника, один снежно-ледяной и второй сладкий, как пряничный домик. Ну или же пряничный человечек. 20 декабря, зимние друзья и испытания. К нам присоединятся еще два друга, восхитительный Шайр и очаровательная исландская лошадь. Пусть они и не волшебные, но тоже любят зиму. Мы будем искать их в деревне с новыми заданиями. И, например, мы сможем отправиться на поиски сбежавшего Капрана. 27 декабря, до свидания, 2023 год. В зимней деревне снова пройдет новогодняя вечеринка, попрощаясь с 2023 в кругу друзей и товарищей по клубу. Кстати, Капраны узнали про конкур, и в качестве последнего задания на 2023 год решили устроить собственные испытания. Ну а в январе уже 2024 года наступит последняя неделя зимы, и мы успеем накопить побольше волшебства, пока сани из зимней деревни не улетели в новые края. И если мы не успеем к тому времени собрать достаточно волшебства, чтобы получить награды, не нужно огорчаться, ведь у них есть какой-то план Б. А вот по прогнозам симноптиков холоды отступать не собираются, так что снег будет лежать еще целый январь. Но я надеюсь, что в предыдущих обновлениях мы узнаем, что еще и февраль тоже будет достаточно снежным. Потому что лично у меня день рождения в феврале, и я бы хотела его встретить в зимнесказочном ССО. Так что на этом все новости на сегодня про это обновление и грядущий следующий зимний месяц. Ну и на этом все, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео. А также передаю привет тем, кто попал в это видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!